Всем доброго дня! Мы приехали опять на речку. Ничего сегодня не снимала, время уже 11. Что-то как-то у меня такое полусунное состояние, неснимательное. Вот так вам небольшие заметочки сделаю в сегодняшнем дне. Вот шезлонги взяли, кстати, попала их в ленте. Очень удачная покупка такая, которыми мы пользуемся уже пару лет. Думали, что никого нету, приехали в надежде, что только мы одни будем. Тут люди. Немного, правда, но есть. Одной хотелось. Мы помню, про какой-то году приезжали, и вообще никого не было. Прям, не знаю, думаю, интересно так, как вымерли все. Никого не было. Но сейчас все равно люди. Иде полно. Чистая вода, видите? Дно видно. Но я вам вчера показывал. И сегодня мы будем ставить. Мы вам стульчики принесла. Будем ставить все эти сетки. Самоловку будем ставить. Самоловку. Сети вам запрещенные. Не могут быть самоловки запрещенные. Сеть. Да, но сети запрещенные, скорее всего. Вот. Мы же не в масштабах, не в промышленных масштабах. Да, сейчас вообще все, что угодно, может быть. Раньше ловили рыбу, было вообще без проблем всяких. Сейчас поймать уже рыбу просто для себя нельзя. Реально, скоро на воздух будут эти. Да. Налог на воздух. Ага. Уже ни рыбы не поймать, ничего не сделать. Вот. Я над батенькой угораю. Посмотрите. Он вчера ее сделал. Он сеточку сверху положил. Там вот прицепил какую-то марлю с сожмыхом, то ли не сожмыхом. Ну, не батенька, а просто Кулибин, а? Самый лучший батя на свете. Самый лучший батя на свете. Да, папа? Надо тебе медаль дать. Ты согласен с этим званием? Медаль? Какая? Какая медаль? Суперлова? Нет. Самый лучший батенька на свете. Это облако. Вот так. Так. Это что это такое, Кисун? Ну что, рухнуло вообще? Ну что рухнуло? Надо зафиксировать, Кисунь. Ну, это не. Причем надо зафиксировать нормально. Надо до щелчка. Нет, до щелчка. Куда-то ножики ушли. Ставить. Ставить сетки. Даже не делись. Я их и не вижу. А, вон они. Ой, холодно сегодня. А, ледяная вода какая. Блин, так холодно. А, сегодня холодно. 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 Скажите, по-моему, на Samsung есть функция переключения с одной камерой на другую во время съемки. Вот в этом iPhone неудобно. Просто я смотрю у других блогеров, есть возможность, они снимают на такую камеру, а потом переворачивают на обратную сторону. Почему-то у этого нету. И, по-моему, на паузу есть возможность ставить. Короче, как-то так. Так, вот, а еще я смотрела, знаете, Шпаков, кто смотрел Шпаков в семью? Там Масси и Саша были. И они разошлись спустя 7 лет. Причем смотрела интервью вчера Массе. Я, кстати, знаете, еще про себя поняла в очередной раз, что мне нужно некое одиночество такое. То есть я устаю даже от близких, от своих. Нереально, вот, наверное, тот человек, которому иногда нужно побыть в одиночестве, но в тишине какой-то и позаниматься тем, чем я хочу. На заставочку. Вот такую стволовочку мы сейчас поставим. Вчера видели музыкал, он тут во всю фига спиннинг. И вот еще неплохой еще шпот. Это Снохо. Мы подумали, чем мы кужим. Взяли смоловочку гаража старого. Мы чинили ее хлебом. Посмотрим, там мясо тоже у нас есть. Самый жмых. И посмотрим, что нам сегодня принесет в самую дачу. У меня какая-то глупая мечта. Может быть, еще эти самые раки попаят. Получится. Но, наверное, вряд ли. Потому что, по сравнению, другое. Вот, они ходят по дну. Вот, виду. Ну, так вот. И, ну, я при себе понимаю, что мне нужна, там, я не знаю, пять минут одиночества. Желательно час-два. И я вчера прямо с удовольствием, у меня все легли спать. Хотя время уже было позднее. И я понимала, что нужно раньше рано вставать. Я прям с удовольствием вчера одна сидела, кайфовала. Смотрела то, что я хочу. И вот смотрела как раз интервью. И причем они говорили... Ну, вчера посмотрела Масю, да, ну, женщину, девушку. Ирину. Интервью с Ириной. Вот. А сегодня начала Саша смотреть. Потому что, ну, у каждого человека, вообще у каждого в семье две стороны, две правды. Вот. И каждый по-своему прав. Да, и вот когда семья расходится, когда вообще, в принципе, отношения какие-то рушатся, всегда не то, чтобы виноваты оба. То есть не бывает такого, что только одна сторона... Ну, это если не брать какое-то уж там физическое насилие, там еще что-то. Вот. В целом, и смотришь на Сашу. Модное слово такое сейчас абьюзер. Вот. Но, знаете, так целостных, гармоничных отношений, где нету как будто подавления твоей воли, я еще, по крайней мере, ни одних не встречалась. В любом случае, в любых отношениях нужно искать компромисс. Нет такого. И сейчас такое вот модное словечко, говорю абьюзер. Сейчас на своих переключу, посмотрите, что они там делают. И заодно папа в брод перешел реку, нашел место, где самое мелкободье, чтобы перейти в брод реку. Вот нашли местечко, сейчас они ставят там сетку. Сетку, а этот... И что еще хотела сказать? Оно модное слово, вы знаете, да? Но, в принципе, не имеет отношения никакое прям реально к абьюзу, потому что, ну, в любом случае, вот я беру отношения там с мужем, неважно, отношения, которые на какие-то другие, да, в своем окружении. Так или иначе, идет не то чтобы подавление воли, но все мы люди со своими принципами жизни, со своими порядками, правилами, да, со своим видением, как оно должно быть правильно. Вот. И часто вот сталкиваются твои интересы об интересе другого человека. Это нужно иметь полное отсутствие эго. Вот насколько у меня отец, он достаточно такой, ну, очень принимающий человек, очень такой, ну, практически без таких вот «я хочу», вот «я хочу», вы не положь, там, не знаю, там, вот, без большого набора желаний каких-то, и то я бы не сказала, что они с мамой жили идеально, вот. Далеко до идеала, но все-таки прожили там сколько, 40 лет совместной жизни, вот, но со своими сложностями. И вот это вот надо понять, ну, понимать, что нельзя найти полностью отношения, которые тебя идеально вот устраивали, хотя, может, кто-то скажет, вот я нашла отношения, и у меня идеальные отношения с мужем. Кстати, мы можем даже на эту тему вот порассуждать, как у вас вот отношения складываются в семье. Вот. И даже если у вас идеально складываются, все равно в любой семье есть какие-то моменты, в которых там нужно где-то уступить, где-то промолчать, где-то там, я не знаю, сделать не так, как ты считаешь нужным, да, правильным и так далее. В любом случае ищется компромисс. То есть идеальных я не встречала отношений. Вот рассуждайте на эту тему, уже многие из вас смотрят, кто в семье, кто у кого есть там молодые люди и так далее, как у вас складываются. Вот я поняла, мне нужно время для себя, мне нужно побыть в одиночестве. Вот я сегодня, ой, вчера уложила всех спать, и, варим, с удовольствием, вот час-два, наверное, сидела, смотрела. То, что мне нужно, в тишине, мне никто не мешал. Я хочу платить целосаном от пакетии, жмут, или бросить воду. Пойдем за жмыхом, за мясом со мной. За жмыхом и за мясом? Для того, чтобы поймалась нормальная рыба, надо покормить эти существа. Можно ли его по бережку выйти, чтобы без их требовала? А тут все равно по бережку не получится, да. Попробуй, может, а то, что ближе к берегу, может, втирать его лучше. Да? Ну, конечно, он для нас будет. Вот, и я реально вчера кайфовала просто, напросто. Ну, я рассказываю вообще об отношениях. Ну, не знаю, мне чуть-чуть ряда тема с вечера, с утра зацепила. Почему уходит любовь? Вот я сейчас рассуждаю на эту тему. Нет, просто, ну-ка, я сама же пытаюсь понять, мало ли что мне объяснили. Я сама пытаюсь понять, почему некогда люди... Любой выходит потому, что у людей, во-первых, проходит влюблённость и нету желания самопожирку. Не каждый из них приходит. А как оно? Двёт свою линию, привык только получать, а что мне должен он, а что он мне сделал, он обязан. Эти отношения не ведут к ничему. Если вы как к своим близким, как к маме, как к отцу, там, не знаю, братьям не требуете ничего, а только отдаёте. У вас не будет желание отдать. Значит, не все отдают, даже от мам многие требуют. Она мне не дала, она мне должна очень... Это редко, кто не требует, я бы даже честно сказала. Тише, надо прокачивать душу. Надо прокачивать сердце. Надо вообще, как буду я духовным. Духовность даёт развитие души, развитие сердца. Конфлинирует любовь, просто, без ответа. Чем больше таких пар, с интересных семья, более... Они любят привители. Соответственно, что приведут? Два человека-прибители. Они хотят получать, они не смотрят ни в команду, а в разные стороны. Вот поэтому тебе ответ, почему уходит любовь. Уходит страсть, уходит вот эта пелена, афект нет. Любёнышки ходят, а любовь не приходит, потому что нет самоуважения, нет интересов совместных, нет вектора. Я слонца возьму свои вот здесь вот, слонца возьму, так вот поднимусь и с тобой вместе спустимся. Вот. Что хочу сказать? Ну вот я посмотрела вчера Масю, и реально Сашка хороший, вот так вот смотришь, но я же не знаю, опять же, я не жила внутри них, но она реально отмечает качество заботливости, опеки какой-то, даже, причём такой, знаете, больше даже родительской. Вот. У меня есть своё понимание, почему так произошло у них. Ладно, не хочу, но сам факт, что вроде бы страсть была у них, рассказывала, что полтора, полутора суток у них секс там какой-то прям был, у них реально было совпадение на уровне физики такое, страсти, лечения, вот, и любовь была, как они говорят, но через 4 года любовь куда-то ушла, 3 года они вот пытались там протянуть что-то, потому что связывали финансовые обязательства, ну и, собственно говоря, на этом всё и закончилось, в итоге не разошлись. Вот. А где мамусик? Чуть не поняла, а где мама наша? Ну, он пошёл в баснику, да, мол, пойдём. Вань, ты чё? Не оставляй. Он хочет её оставить. Не хочу. А где мамусик? 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 А где мамусик? Продолжение следует...